Тяжело найти человека, который бы не слышал ничего о самураях, но значит ли это, что мы правильно их себе представляем? Военное сословие Японии оставило после себя столько мифов и легенд, что очень тяжело понять, какими же они были на самом деле. Мы зачастую склонны идеализировать самураев, поскольку так обычно бывает. Чем дальше от нас то или иное время, тем лучше оно нам кажется. К тому же в данном случае речь идет о Японии, стране экзотической, загадочной и столь не похожей на нас. Поэтому, наверное, неудивительно, что возникает миф о так называемом кодексе бусидо, неком кодексе чести, которому якобы следовали самураи. Но на самом деле это не более чем миф. За всю историю этого сословия с самураями успели побывать самые разные люди, и коварные, и благородные, и храбрецы, и трусы. Странно было бы ожидать, что все они руководствовались высокими моральными идеалами, поскольку в войне выигрывает тот, кто выжил, а не тот, кто следовал кодексу. Поэтому самураи, мне кажется, представляют интерес не из-за своего мифического кодекса чести, и даже не из-за красивых легенд об их подвигах, хотя в них, конечно, тоже есть немало очарования. Мне кажется, они могут быть интересны своей ролью в истории. Мы знаем не так много случаев, чтобы военное сословие управляло страной, тем более делало это на протяжении семи столетий подряд. И за это время самураи успели оказать огромное влияние на общество, культуру, образ мыслей и традиции жителей страны. Таким образом, узнавая о самураях, мы многое узнаем и о самой Японии, поскольку их влияние на историю этой страны сложно переоценить. Меня зовут Александр Раевский, я историк, японист, доцент университета Тухоку и лектор Левел Ван. И сегодня давайте поговорим о самураях и о самых ярких событиях из истории Японии, которые с ними связаны. Вначале давайте определимся с терминами. Дело в том, что слово самурай является не совсем корректным. Ну или точнее, до недавнего времени оно почти не использовалось в Японии, поскольку считалось не совсем уважительным. Правильнее было бы использовать слово буши, где первый иероглиф означает отношение к военному делу, а второй – представителей определенного сословия. Слово самурай происходит от глагола сабурау, а сам этот иероглиф означает служить или прислуживать при дворе. Таким образом, в этом слове звучит не столько указание на доблесть и мужество, сколько указание на то, что это служилое сословие. Преданное служение своему господину, разумеется, было возведено в ряд наиболее важных добродетелей. Но, как мы сможем убедиться, преданными слугами были далеко не все. Самураев часто сравнивают с рыцарями, но эти аналогии не всегда справедливы. Самураи шли на бой только за своего господина и за славу своего рода, которому они были горды принадлежать, а не со священными лозунгами и именем Бога на устах. Не менее странно им показалась бы идея воевать за прекрасную даму. Даже к самым прекрасным из женщин у них было отношение скорее функциональное, нежели возвышенное. Иными словами, все то, что мы знаем или думаем, что знаем про самураев, может оказаться ошибкой. Но давайте начнем по порядку. В 8 веке в западной части Японии был построен город под названием Хэйян-Кё, что в переводе означает столица мира и спокойствия. Сегодня он известен нам как Киото. Окруженный стеной от окружающего мира, Хэйян-Кё был одним из красивейших городов своего времени. Там жил император, его многочисленные родственники, придворная знать, аристократы и их слуги. Все их дни проходили в праздности и удовольствиях. Не было ни войн, ни политических проблем, ни экономических кризисов. Аристократы Хэйяна любовались природой, предавались любви, сочиняли стихи и за несколько столетий создали культуру, равную которой по эстетике и утонченности тяжело найти в мировой истории. Но, как известно, любое, даже самое счастливое время, неизбежно проходит. В северо-востоке начались набеги эмищи, диких варварских племен, мешавших утонченным аристократам наслаждаться жизнью. И поскольку никто из них не хотел идти воевать, было решено отправить на охрану рубежей столицы принцев императорской крови, отпрысков знатных семей, которым не нашлось места в столичной иерархии. Эти пограничные войска и стали в итоге самураями. Так, сам о том не подозревая, императорский двор сеял зубы дракона, и когда они вырастут, они положат конец идиллии эпохи Хэйян. Среди самурайских кланов в то время особенно выделялись два – Тайра и Минамоту. Оба они вели свое происхождение от знатных родов, обладали серьезной военной силой и мечтали о политической власти. И пока они усмиряли варваров на границах, им еще было чем себя занять. Но со временем противники оказались побеждены, а их взоры неизбежно оказались направлены на столицу. Ах, всего двадцать минут, и начнутся мои заслуженные сто лет выходных. Первые лет десять буду просто жестко спать. На Хэллоуин переоденусь к Годзиллу и слетаю в Токио. Извините. Познакомлюсь с драконихой и скажу ей, Фудзияму, знаешь, я выкопал. Затем поеду к бабуленьке. Извините. Я хочу пройти испытание и получить знание великого дракона, чтобы покорить японскую принцессу. Нет, нет, только не сейчас. Давай отложим. Но мне нужно сейчас. Понимаешь, если ты провалишься, мне придется писать отчет. А это драконьим почерком. Работай лет на двадцать. Ну, я всю жизнь к этому готовился. Ладно, давай так. Если ты провалишься, то тебя здесь никогда не было. Это невозможно. Я точно пройду. Five minutes later. Ну ты чего? Ну как же так? Я же готовился. Не ответил правильно ни на один вопрос. Получается, я зря все это время жил с японским дедом. Так, ладно. Вот, держи курс Александра Раевского. Это поможет тебе найти и покорить твою японку. Япония – загадочная страна, до сих пор малопонятная для иностранцев. Здесь свои представления о чести, красоте, любви и работе. Здесь соседствует хай-тек и восточная мудрость. Кавай и Годзилла. Хоку и караоке. Александр Раевский живет и работает в Японии. Влюблен в эту страну и расскажет главное о ней в коротких видео. Каждый идет по 15-20 минут. Смотреть можно в записи в любое время. В дороге, за завтраком или перед сном. Для самых любознательных – дополнительные уроки плюс. Расскажем, чем живут и о чем мечтают японцы. Как страна столетиями, живущая при военном правлении, превратилась в сверхдержаву. И за что японскую культуру обожают во всем мире. Наши ученики отзываются о курсе так. Подробно погружаемся в жизнь Японии. Слушаем, обсуждаем, проходим квизы. Дарим скидку 30% на этот и любые другие курсы Level 1. А еще у нас есть курсы про Германию, Индию, Иран и Китай. Успейте зарегистрироваться по ссылке в описании. Скидка там же. В спорах за престол и наследие самураи Минамото и Тайра оказываются важным военным ресурсом. И в итоге, в XII веке, их сражение происходит прямо в самом сердце Хэянкё. Когда-то этот город был оплотом мира и спокойствия. Но это время безвозвратно прошло. Эти сражения положат начало войне Гэмпэй. Названный так по первым иероглифам имен этих двух родов. Гэнджи, Тайра и Хэйке, Минамото. В результате военного противостояния, детали которого слишком сложны, чтобы подробно здесь рассказывать, к власти приходит Тайра Киомори. И отдает приказ казнить всех Минамото, которых он мог подозревать в желании рано или поздно поднять против него восстание. Впрочем, по доброте душевной он пожалел разве что совсем маленьких мальчиков. И вместо казни отправил их ссылку. Он даже не подозревал о том, что они вырастут и уничтожат весь род Тайра. Одного из этих мальчиков звали Минамото Йоритому. В юном возрасте он потерял отца. И с тех пор в его сердце жила лишь одна мысль. Отомстить. Когда он вырос, он наконец вырвался с места своей ссылки на полуострове Идзу. И начал рассылать письма всем оставшимся в живых родственникам. Мол, давайте объединимся и свергнем ненавистных Тайра. Одним из его адресатов был его младший брат, великий самурай Минамото Йошицуне. Йошицуне воспитывался в горном монастыре, где среди всего прочего научился блестящему владению мечом. И вот однажды, когда он спокойно шел по проселочной дороге, он встретил великана-монаха Бенкея. Хулигана, который занимался тем, что отбирал у прохожих мечи. И к тому моменту успел отнять уже 99 мечей. До ровной цифры не хватало буквально одного. Про Бенкея часто пишут, что он был великаном. Но, скорее всего, он был просто выше среднестатистических японцев в то время. То есть, вполне мог быть среднего роста по сегодняшним меркам. Бенкей, разумеется, захотел отобрать меч и у Йошицуне. Но, как бы он ни был силен и могуч, Йошицуне все же оказался сильней. И в итоге великан почтительно склонился перед ним, обещая с тех пор служить ему верой и правдой. Йошицуне принял предложение, и с тех пор их имена неразлучны в японской истории. Впрочем, дальнейшие события приведут их к героическому, но трагическому концу. Йошицуне, получив письмо от старшего брата, соглашается ему помочь и ведет войска Минамото против Тайра. Вне всякого сомнения, он был не только великим воином, но и выдающимся военачальником. Поэтому одерживает победы одну за одной. Заключительное сражение состоялось в 1185 году в заливе Данноура на южном побережье острова Хончу. И в этот раз судьба была не на стороне Тайра. Корабли Минамото теснили их к берегу, покрывая градом стрел. И вскоре им стало понятно, что сражение пройдено. И поскольку сдаться в плен означало покрыть себя и весь свой род несмываемым позором, выхода не было. Не дожидаясь уничтожения, самураи Тайра начинает прыгать с кораблей в воду, находя свою смерть в водах залива Данноура. Вместе с ними встретил свою смерть и восьмилетний император Антоку. Взяв его на руки, его кормилица прыгнула с ним в воду. Так Минамото одержали победу, а род Тайра навсегда исчезает со страниц японской истории. А моряки с тех пор какое-то время боялись вести свои суда через залив Данноура. Было поверье, что самураи Тайра превратились в призраков и будут утаскивать живых к себе на дно. А согласно еще одному поверью, души погибших самураев превратились в крабов. Поскольку крабы, которых находят в тех краях, чем-то неуловимо похожи на лица самураев. Их так и называют Хейке Гане или Крабы Хейке. Как мы помним, это другое название рода Тайра. Теперь, когда род Тайра был разгромлен, Йоши Цуне был вправе ожидать от своего старшего брата награды и благодарности. Но не получил ни того, ни другого. Вместо этого Йори Тому дал приказ своим самураям убить Йоши Цуне и принести ему его голову. О причинах такого решения ходят разные версии. Согласно одной из них, это был сильный, завистливый страх. Он знал, что Йоши Цуне пользуется большой любовью и популярностью среди самураев, поэтому боялся, что он сможет использовать этот ресурс, чтобы направить их против него и самому прийти к власти. А этого он допустить не мог. По еще одной версии, это был просто стратегический ход. Для того, чтобы укрепить свою власть, что может быть лучше, чем объединить людей борьбой против общего врага. Так или иначе, Йоши Цуне, а вместе с ним и Бен Кей, начинают скрываться от преследования по всей стране. Сделать это, конечно, было непросто. Про их странствия ходит много легенд, некоторые из которых легли в основу пьес театра Но. Но рано или поздно их догнали, и делать было нечего. Тогда Бен Кей сказал своему господину, бегите, а я задержу их. И встал, приготовившись к смерти. Великан посреди лесной опушки, грозно размахивающий огромной нагенатой. Увидев его грозную фигуру, никто не был готов вступить в бой. И поэтому его начали обстреливать стрелами с безопасного расстояния. Но Бен Кею было все ни по чем. Даже истыканный стрелами. Он хоть и перестал размахивать нагенатой, но грозно встал, оперевшись на нее, и никто не решался даже приблизиться к нему. Лишь спустя некоторое время обнаружилось, что он уже умер. За это время Йоси Цуны успел 8 раз прочитать сутру лотоса благого закона, чтобы после смерти переродиться в чистой земле, и совершил сэппуку, мечом, подаренным ему настоятелем храма Курама. Так закончилась жизнь одного из самых известных самураев в японской истории. Наверное, надо пояснить, что такое сэппуку, поскольку не все знают, что это правильное название обряда, которое мы часто по ошибке называем харакири, когда самурай лишает себя жизни путем разрезания живота. Хотя иероглифы, которыми пишутся эти слова одинаковые, меняются их порядок и чтение. И это на самом деле очень важно. В слове харакири есть что-то пренебрежительное. Что-то типа вспороть брюхо, если пробовать переводить эти нюансы на русский язык. Слово сэппуку гораздо более серьезное, торжественное и уважительное. Подстать самому обряду. Дело в том, что японцы в древности считали, что жизненная энергия человека сосредоточена в животе. Что все его мысли, желания, в общем, самая суть, находятся именно там. Центр знаменитой китайской энергии ци, в Японии ставший ки, тоже находится там, в районе так называемого киноварного поля. Фактическое раскрытие живота в данном случае можно уподобить обнажению души. Теперь после своей смерти человек может сказать окружающим, мол, смотрите, я вот такой, какой есть. Трудно себе представить более благородную смерть. Ни один другой способ расставания жизнью не может так красноречиво выразить желание человека уйти в гармонии с миром и окружающими. Истоки этого обряда неизвестны, но известно, что его впервые совершил один из воинов Минамото в войну Гэмпэй. С тех пор Сэппуку стал считаться наиболее благородным способом уйти из жизни и стал практиковаться в среде самураев, а затем и военных. Последним, кто совершил Сэппуку, был писатель Юкио Мисима в 1970 году. Но интересно, что даже разрезав себе живот, человек от этого не умирает, а может ждать смерти очень долго. Поэтому со временем в ритуале Сэппуку появляется еще один важный участник Хайщаку или Секундант. Он стоит с мечом за самураем, разрезающим себе живот, для того, чтобы точным и сильным ударом отрубить ему голову, облегчив таким образом предсмертные страдания. Более того, в идеале он должен был не просто снести голову, в противном случае она бы залила кровью всех присутствующих, а оставить ее висеть на тонкой полоске шеи. В этом и состояло истинное мастерство Хайщаку. Но вернемся в Японию 12-го столетия. После трагической смерти Минамото Йошитсуне, его старший брат Йоритому осуществил свою давнюю мечту. Добился того, что император присвоил ему титул «Великий полководец-покоритель варваров» по-японски «сей-и тай-сёгун» или просто «сёгун». Согласно появившейся тогда политической системе, император передавал сёгуну всю фактическую власть, а сам, по сути, больше ничем не занимался. Надо сказать, эта система в Японии вполне прижилась, поскольку существует до сих пор, хотя вместо сёгуна теперь премьер-министр. Минамото Йоритому стал первым сёгуном страны, а свою воинскую ставку, по-японски «бакуфу», расположил в городе Камакура, на берегу Тихого океана. Так началась история сёгуната Минамото. Император Годайго, живший спустя почти полтора столетия после этих событий, был одним из тех, кому эта система была не по душе. Он не мог понять, почему какие-то вояки имеют всю полноту власти, а он, потомок солнечной богини Аматерасу, должен был находиться в стороне. И тогда он задумал поднять восстание. Самураем, вставшим под его знамена, стал Кусуноки Масащиге, первый самурай, воевавший за императора, блестящий стратег и военачальник. Не случайно его статуя находится у императорского дворца в центре столицы. Однако это восстание ни к чему не привело. Годайго, даже получив власть, так и не смог ей достойно распорядиться и вынужден был бежать из столицы. Кусуноки Масащиге, проигравший свое последнее сражение, совершает сеппуку в хижине, окруженной врагами, вместе со своим младшим братом. Перед смертью он произносит знаменитые слова, которые будут потом повторять камикадзе в 20-м столетии. «Я хотел бы еще семь раз рождаться в этом мире, чтобы еще семь жизней отдать за императора». А победивший в этом сражении бывший самурай Годайго по имени Ащикаго Такауджи, предавший его ради политической выгоды, основал второй сёгунат в истории Японии – сёгунат Муромачи. Впрочем, ни о какой стабильности в стране речи не шло. Япония в то время развалилась на множество провинций, которые спорили между собой за власть, а сёгун не представлял никакой военной силы и поэтому просто находился в Киото, предпочитая не вмешиваться. Оно и понятно – у него все равно в этой войне не было бы никаких шансов. Этот период называется Сэнгоку Джидай – эпоха воюющих провинций. Эти столетия – одни из самых кровавых в японской истории, когда человеческая жизнь ничего не стоила, а шансов дожить до старости было очень немного. В это время все воюют со всеми, и никто даже не думает ни о каком мифическом кодексе чести. Самураями теперь становятся не представители знатных родов, как когда-то, а вообще все, кому не лень, поскольку это единственный способ выжить – брать меч и идти убивать других, чтобы не быть убитым самому. Как ни странно, именно в это время происходит знаменитая история о соли, рассказывающая о том, что благородству есть место всегда, даже на войне. Два военачальника, Токеда Шинген и Уэсуги Кеншин, были врагами и встречались друг с другом на полях сражений регулярно каждые несколько лет. Их сражения можно было уподобить партиям в японские шахматы щоги, в которых вместо фигур на доске встречались две громадные армии. Ни один из них так и не мог одержать окончательную победу, и с каждой новой битвой их уважение друг к другу только усиливалось. Это уважение проявилось в непростое для Шингена время, когда в результате конфликта с домом Имагава к нему в замок прекратились поставки соли. Казалось бы, соль и соль, можно и перетерпеть. Но не стоит недооценивать важность этого микроэлемента для нашего организма. В стане Шингена начало расти недовольство, боевой дух падал, и что делать, было совершенно непонятно. И вот однажды к северным воротам замка, тем, что со стороны Уэсуги, прибыл необычный груз. Пять обозов, доверху набитых мешками с солью. А к одному из них была приколота записка, в которой было всего одно предложение. Я воюю не солью, а мечом. Говорят, что когда Токедо Шинген был убит шальной пулей из аркебузы, Уэсуги Кеншин очень переживал и говорил, что потерял самого лучшего и достойного противника. Впрочем, он пережил его не очень надолго. Через несколько лет его убили ниндзя, прокравшись к нему в замок. Для того, чтобы объединить растерзанную воинами Японию, потребовалось несколько столетий и усилия трех людей, известных нам сегодня как три объединителя страны. Первого звали Ода Нобунага. В 17-летнем возрасте он унаследовал владение отца и сделал все возможное, чтобы этот капитал приумножить. Для этого он не гнушался ничем. Плел заговоры и строил козни. Выдал свою дочь и младшую сестру замуж за своих противников ради выгодных военных альянсов. Жестоко убивал людей и сжигал буддийские храмы, поскольку в буддизме справедливо видел угрозу собственной власти. За это монахи называли его Дайроку Тэмао Демон-повелитель Шестого Неба. Также Нобунага начал дружить с европейцами и покупать у них огнестрельное оружие, понимая, что в этом залог военных побед. Он, возможно, и мог объединить всю страну под своей властью, но не получилось. Однажды в июне 1582 года перед важным военным походом он решил передохнуть и остановился на ночлег в монастыре Хон-Ноджи в Киото, оставив с собой лишь нескольких самых преданных людей из охраны. Все остальные силы были брошены на фронт. Той ночью к Хон-Ноджи приблизилось войско, которое вел верный сподвижник Нобунаги Акечи Митсухиде. В то время он тоже должен был идти в военный поход на юго-запад страны, но по его приказу войско поменяло направление. Акечи с десятками яростных воинов ворвался в Хон-Ноджи, перебил немногочисленную охрану, и у Нобунаги было совсем немного времени, чтобы совершить сеппуку и перед смертью попросить слугу поджечь монастырь, чтобы никто не мог завладеть его головой. Историки до сих пор спорят о причинах этого предательства. Была ли это месть за нанесенную обиду или просто тщеславие? Захватив замок и уничтожив своего господина, Акечи отправляет императору послание, в котором просит назначить его сегуном, а сам тем временем готовится держать оборону, понимая, что месть засодеянная должна непременно прийти. Так и случилось. Прибывшее вскоре огромное войско мстит за смерть Нобунаги и кладет конец мечтам Мицухиде о власти. Пик славы и карьеры Акечи Мицухиде, которого он достиг благодаря предательству, продолжался всего 13 дней. После его смерти народная молва сократила это время поговоркой Акечино Тенька Микка. Буквально царствование Акечи три дня. А военачальника, восстановившего звали Тойотоми Хиде Йоши. Он стал вторым объединителем Японии. Тойотоми Хиде Йоши был сыном лесоруба. Хороший пример того, что знатное происхождение больше не играло никакой роли. Только военные заслуги, бесстрашие и доблесть. Будучи продолжателем дела Нобунаги, он был жестоким и суровым лидером, безжалостным не только к своим врагам, но и к подчиненным. Отношения с европейцами он тоже разорвал, опасаясь того, что они к тому моменту получили слишком большое влияние. А чтобы сделать свою позицию более понятной, он подкреплял слова делом. По его приказу совершались многочисленные казни, в том числе казнь 26 христиан в Нагасаке, среди которых было двое детей. Также он организовал первый в истории Японии захватническую войну. В 1592 году пошел войной на Корею. Впрочем, успехом эта кампания не закончилась. Японцы были не готовы к войне на чужой территории и после смерти Хиде Йоши, получив приказ возвращаться домой, с удовольствием и без сожалений сделали это. Но эта война оказалась примечательной еще одной историей. Дело в том, что, как известно, самураи, побеждая своих противников, отрубали им головы, а затем эти головы украшали стены замков, как свидетельство воинской доблести. Так и в этот раз. Покидая материк, самураи захотели взять с собой голову побежденных врагов, чтобы по возвращении показать всем, как много людей они убили. Но проблема была в том, что головы занимали много места, и переправлять их было не очень рационально. Но как же быть? Если самураи возвращаются без трофеев, то как они докажут, что они бесстрашно воевали? И как потом сравнивать, кто был храбрее в бою, если не по количеству отрубленных голов? В качестве компромисса было решено перевозить не голову целиком, а только отрубленные уши и носы. Вроде как тоже трофей, но занимает гораздо меньше места. Так и поступили. Но после возвращения выяснилось, что уши и носы все-таки уступают головам в визуальной мощи. Вроде как в доблести этих самураев никто не сомневался, но что делать дальше с отрубленными частями тела было совершенно непонятно. Тогда решили просто взять и сложить их в одном месте. Пусть себе лежат спокойно. Так на востоке Киота появляется Мимидзука, буквально холм из ушей. Простому туристу, случайно проходящему мимо, этот небольшой холмик, поросший мхом, может показаться простым холмом, но на самом деле это памятник японской жестокости и бесплодным геополитическим амбициям Тойотомихи Дэйоши. А после его смерти объединение страны продолжил и завершил Токугава и Эйасу. Последнее масштабное самурайское сражение началось туманным утром 21 октября 1600 года на огромном поле под названием Секи Гахара. В этой битве сошлись две армии восточная и западная, а это значит, что к тому моменту объединение Японии почти произошло. Оставалась лишь финальная битва. Когда-то Иэйасу был бесстрашным молодым воином, врывавшимся в бой в первых рядах, не жалея ни своей жизни, ни тем более жизни своих противников. Одна из историй рассказывает о том, что однажды он переправлялся тайком на дне лодки под мешками с рисом, а в это время враги протыкали копьями мешки, чтобы не пропустить шпионов. Одно из копий впилось прямо в ногу молодому Иэйасу, но он не то, что не проронил ни звука, но даже успел вытереть кончик копья, чтобы никто не заметил его крови. Но это время прошло, теперь ему было 57 лет, и он, сидя на походном стуле на холме, наблюдал за тем, как его войска одерживают победу. Иэйасу принадлежат мудрые слова. Жизнь человека можно уподобить длинной дороге, по которой идешь с тяжелой ношей, поэтому не следует торопиться. Сам он, следуя этому принципу, сумел пережить всех своих врагов и конкурентов, и в итоге добился того, что император даровал ему титул сёгуна. Так начался третий и последний в истории страны сёгунат Токугава. Сёгунат Токугава это время долгожданного мира, по которому жители Японии успели так соскучиться за предшествующие столетия. Столица была перенесена из Киото в Эдо, где и остаётся по сей день. Город Эдо впоследствии был переименован в Токио, буквально восточная столица. Благодаря мудрой политике Токугавы все военные конфликты и восстания остались в прошлом, на первый план вышли ремесленники и торговцы, а самураи стали чиновниками. Время их величия безвозвратно ушло. Мирному времени и политической стабильности способствовало ещё одно обстоятельство. В 1637 году Япония разрывает все связи с зарубежными странами и окончательно закрывается от мира. Как ни странно, именно в это время появляется книга под названием Хагакуре, что в переводе с японского означает «сокрытое в листве». В этой книге много афоризмов, мудростей и историй, которые возвеличивают самурайское сословие. И начинается она словами, которым суждено будет стать очень известными. Я постиг, что путь самурая это смерть. В ситуации или-или без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнись решимости и действуй. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть не достигнув цели означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации или-или практически невозможно. Сегодня Хагакура считается тем самым знаменитым самурайским кодексом. И многие полагают, что все самураи руководствовались этими принципами. Но нужно помнить, эта книга была написана в то время, когда от былой доблести этого сословия остались лишь красивые воспоминания. Между строк этой книги можно также увидеть растерянность и непонимание, что делать дальше и куда приведет это странное время. Там встречается ностальгия по тем временам, когда верность своему господину и острый меч действительно чего-то стоили. Желание восстановить историческую справедливость и повернуть время вспять. Ах, если бы эти славные времена вернулись, мы бы тогда показали, как надо сражаться. Но эти славные времена больше никогда не вернулись. Пожалуй, наиболее известной историей из того времени, связанной с самураями, является история мести. О том, как 47 Миронинов мстили за своего господина. Началась эта кровавая история довольно обычно. Знатный церемониймейстер Кира Йошинака прибыл к князю Осану, чтобы преподать ему урок изящных манер накануне важного сёгунского визита. Установленной цены за эти важные знания назначено не было, но предполагалось, что какое-то вознаграждение непременно воспоследует. Однако Осану прослушал урок и ничего не заплатил. То ли не сообразил, то ли просто не слишком захотел. Йошинака возмущаться не стал, но на официальном приеме ненароком оскорбил Осану, причем так сильно, что тот схватился за меч и обнажил его, чего категорически нельзя было делать в присутствии сёгуна. Осану тогда приговорили к Сэппуку, а служившие ему самураи стали ронинами. Так называли самураев, оставшихся без хозяина. Йошинака сообразил, что несколько перегнул палку и решил на время скрыться у себя в поместье, усилив охрану. Увидев, какой оборот приняли события, он прекрасно понимал, если самураи решат отомстить, нужно быть готовым. Но удивительное дело, он ждал уже много месяцев, а месть так и не приходила. Взволнованный, он даже направил своих людей проследить и доложить ему, где те воины, которые должны желать его смерти. Вернувшись, люди доложили, воины запили и забыли. Один валялся пьяный в канаве, другой шептал сальности на ухо нетрезвой куртизанки, вываливаясь из веселого квартала. В общем, опасность миновала. На самом деле, разумеется, опасность была всегда рядом. Пока одни Ронина изображали пьяниц, другие днем и ночью зорко следили за всеми входами и выходами из поместья, раздобыли подробный его чертеж, подготовили детально продуманный план нападения. На это у них ушло около пары лет, но это того стоило. Ранним и зябким январским утром 1703 года они ворвались в поместье, перерезали всех самураев и слуг и прошли в спальню к Йошинаке, но в итоге обнаружили его скрывающимся в одном из тайников. Ему протянули меч и предложили совершить цепку самому, но он в ответ лишь умолял о пощаде. Тогда несколько человек взяли его за руки и за ноги, а один перерезал горло. Окровавленную голову чиновника самураи пронесли по улицам утреннего Эду, омыли в колодце у храма, где был захоронен их господин и водрузили рядом с его могилой. Так обряд возмездия был завершен. Разумеется, за такое жестокое убийство их могла ждать только смерть и ничего более. Чтобы не тратить время на ожидание официального приговора, самураи решили покончить с собой в том же храме. Самого младшего из них они направили к Сёгуну рассказать о случившемся. Тот выразил свое уважение мужественному поступку и предложил посланнику награду. Однако тот сказал, что наивысшей наградой для него была бы возможность совершить цеппуку и умереть рядом со своими товарищами. Его желание было исполнено. Сегодня могила сорока семиронинов находится в токийском храме Сен-Гакуджи. На каждом надгробном камне выбиты иероглифы. Это предсмертные стихотворения, которые сложили самураи перед тем, как уйти из жизни. Одно из них мне особенно нравится. Легче гусиного пуха. Жизнь улетает. Снежное утро. А эпоха Токугава спокойно продолжилась. Самураи занимались бумажной работой в кабинетах, их время ушло в прошлое. Но хотя Сёгуном Токугава казалось, что их мирное спокойное правление будет длиться вечно, как мы знаем, не бывает. О том, как кончился Сёгунат Токугава, я рассказывал в одном из своих предыдущих видео. Обязательно посмотрите, если не видели. Но отдельно нужно упомянуть последнего самурая Японии, великого Сайго Такамори. Великий Сайго родился в Южном княжестве Сацума и, будучи храбрым воином, продвинулся по службе и в итоге вслед за своим господином перебрался в столицу. Его карьера была блестящей. Он даже вошел в состав первого правительства, хотя расходился во взглядах со многими коллегами. Сам Сайго при этом совершенно не был похож на политика. Он носил простую одежду. Один раз его даже задержала охрана на выходе из дворца, приняв за бродягу. Ел вместе с простыми солдатами и неоднократно уговаривал своих коллег отказываться от дорогих подарков. Дескать, они компрометируют власть придержащих. Кроме того, будучи военным по духу, он придерживался жестких политических взглядов. В частности, предлагал аннексировать Корею, пока западные державы не проявляют к ней интерес. Однажды, пока члены правительства были в Европе во время миссии Вакура в 1872 году, Сайго оставили фактически во главе правительства. И в это время он чуть не объявил Корее войну. Такое вызывающее поведение было не очень понято его коллегами, и поэтому, рассорившись со своими былыми товарищами, Сайго Такамори вернулся к себе на юг в княжество Сатсума, где читал книги, учил молодежь, гулял с собакой и вел размеренный образ жизни. Однако, даже тогда он оставался тем самым харизматичным лидером, за которым хотели идти недовольные молодые люди. В связи с непопулярными реформами, в разных краях страны в то время вспыхивали бунты и восстания, и Сайго не мог оставаться в стороне. Он, скорее, в результате провокации своих политических оппонентов, нежели по велению сердца, отправился войной на правительство своих бывших друзей и коллег. Это восстание называют Сатсумским, поскольку сильно дальше Сатсумы весьма малочисленное войско Сайго так и не прошло. После неудачного штурма замка Кумамото в соседней провинции, они вынуждены были вернуться назад, разбитые и поверженные, скрываясь в пещерах Сам великий Сайго был ранен в бедро и не мог ходить, поэтому сел лицом по направлению к столице, взял в руки меч, чтобы совершить сепуку и попросил помощника отрубить ему голову. Впрочем, это лишь одна из легенд, связанных с его смертью. Многое о великом Сайго окутано тайнами, и мы достоверно не знаем даже, как он выглядел. На церемонии открытия памятника Сайго-такамори в парке Уэно его вдова спросила «Кто это?» И когда ей объяснили, что, мол, дескать, это ваш муж, она сказала «Не знаю, он выглядел не так». В общем, может, для кого-то последний самурай Японии это Том Круз под сенью Сакуры, но на самом деле это упитанный мужичок с собакой в парке Уэно. Его каменное изваяние задумчиво смотрит на городскую суету. Толпы людей, машины, здания и провода на ту Японию, за которую он отдал свою жизнь. Кто знает, такой ли он хотел видеть эту страну, но, как известно, в ситуации или-или сделать правильный выбор практически невозможно. Это самый общий рассказ о самураях, и, к сожалению, не всем великим воинам нашлось в нем место. Кроме того, поскольку, как мы знаем, историю пишут победители, мы не можем ручаться, что все было именно так на самом деле. Но даже если это так, и даже если самурайский кодекс чести не более чем миф, все равно этим воинам было бы наверняка приятно, что они вошли в историю именно такими, сильными и бесстрашными, научившими нас тому, что хотя жизнь это всего лишь сновидение, после нас остается наше честное имя, и забывать об этом нельзя. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ